Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Кто ходит в гости по утрам? Это два человека у нас сразу же здесь. В студии Андрей Благинин, директор благотворительного фонда «Улыбка детства» и Анна Яцкович, координатор фэшн-направления проекта «Модный взгляд». Доброе утро! Как-то странное сочетание, по-моему, и благотворительный фонд, и координатор фэшн-направления. Как это вообще совмещается? Да, давайте рассказывать, что это за проект «Модный взгляд», при чем здесь благотворительность и зачем в этом всем фэшн-направление. Проект стартовал два месяца назад. Цель вообще проекта, благодаря продажам коллекции одежды с принтами детей, сделать хоккейный корт в детском доме. Что за принты детей? То есть это воспитанники детского дома рисуют и, собственно, принты переносятся на одежду. Да, да, там и пацаны, и девчата возраста от 5 до 17 лет. Они рисуют абсолютно на разные темы, и потом мы это все воплощаем в фэшн. И вот благодаря Ане мы сделали крайнюю фотосессию, крайний лукбук женской коллекции. Это очень круто получилось. А давайте тогда расскажем, это вообще что за одежда? Футболки, может быть, свитшоты, толстовки, худи или как это вообще сочетается? Да, это крайний, наверное, вопрос. Да, Анна, как? Это базовая одежда, как раз все то, что вы перечислили. Это и худи, и свитшоты, и толстовки, и платья, которые предоставили наши партнеры. И с помощью детей, а также организаторов фонда были нанесены принты. И сейчас это все нужно скомбинировать для того, чтобы воплотить в жизнь и продать, реализовать. А как выбирались принты? Ну, то есть вы сказали, там, от 7 лет до подросткового возраста детки. Как выбирались принты? Очень много было. Или все, кто поучаствовал, вот все эти картиночки были принесены? Там было 90 детей, и сейчас на данный момент их 90. 90 рисунков, соответственно? 90 рисунков, и мы рисунков, наверное, 30 только отобрали. Самых-самых топ. То есть это тоже здесь смотрели на то, как будет это визуально выглядеть? Конечно, конечно, чтобы это было и продаваемо, и вкусно смотрелось, и стильно, потому что что попало, мы не можем сделать. Ну, а что это за рисунки? Может быть, на какую-то определенную тематику? Может быть, какая-то социальная проблема поднята там, либо что-то вот клевое, прикольное? Или это просто украшение? Ну, как вы думаете? В самом начале проекта эта тематика была «Новый год, коронавирус». Интересно. Сейчас на тему весна. Принты, вот, как-то так. А, то есть у вас еще и коллекции обновляются? Конечно, чтобы это было... Мы же идем в ногу со временем, и чтобы людям интересно было, мы делаем яркие цвета, классные там какие-то крои, там все такое. Аня, наверное, к вам тоже вопрос. Ну, то есть, насколько я понимаю, это достаточно такая носибельная, базовая одежда, которую можно сочетать, можно легко интегрировать в свой гардероб. А какая стилистика все-таки? Вот кому, не знаю, девушкам, которые любят там женственный стиль, либо оверсайз, такой популярный, актуальный сегодня там на протяжении уже долгого времени? Что это вот? Как это выглядит? Все очень хочется вот какую-то картинку нарисовать. Это базовые модели, которые можно внедрить абсолютно в любой гардероб. За счет принтов в нем сочетаются различные цвета, и можно подобрать абсолютно любые аксессуары, обувь, одежду, и спокойно носить в своей повседневной жизни. Так как представлены базовые худи, свитшоты, футболки, платья, соответственно, можно легко скомбинировать со своим повседневным гардеробом. Это только женская одежда? Почему? Нет. То есть, я просто там такая стиль, все там по-женскому показывается. Нет, там есть и футболки, есть и шапки. Худи это вообще у нас сейчас... Унисекс. Унисекс, да, который хоть кто может носить и с абсолютно любым объемом. Андрей, расскажите, а как вообще родилась эта идея? Почему именно вот таким образом решили привлечь внимание? Это был декабрь месяц, начало декабря, как сейчас вспомню, 20-го года. Мы обратились в детский дом, сказали, что нужно детям, к руководству. Они сказали, нам нужен хоккейный корт. И мы стали думать с командой, как мы можем это сделать. И что было бы интересно, что было бы интересно вообще Екатеринбургу, людям, девчатам, мужчинам. И мы придумали, что одежду будут носить всегда люди, и поэтому это актуально. Ну, то есть это не только приобретение какой-то модной вещички, но еще и помощь. И наоборот, не только помощь, но и что-то себе такое полезное, интересное, классное. Андрей, а вы сказали, что спросили у детского дома, что им нужно. Сказали сразу хоккейный корт. Так там что, подрастающее поколение хоккеистов растет? Ну, видимо, видимо, будущее Датсуки. Прикольно. А что за детский дом? Поселок Лосины, город Березовский. Там он единственный детский дом. Я все поняла. Ну, слушайте, на самом деле идея хоть не такая, чтобы новая, но при этом всегда заходит. Это всегда интересно, каким образом принты наносятся на одежду. Это либо прямая печать, либо флексография. Это как? Давайте вот по-простому. Это надо уже с партнерами, с нашими, с типографией общаться, потому что я им просто даю вещи, говорю, что нужно сделать, они это делают. А там вот технический процесс, это к ним уже вопросы. Ну, то есть это там не сотрется при стирке этот рисунок. Да нет, ничего. Рисунок выдерживает до 40 стирок. То есть можно брать смело и внедрять в свой гардероб. Поставить еще счетчик, сколько раз пустянул, чтобы, знаете же, вот на этот раз точно сотрется. Где можно приобрести эту одежду, либо еще нет ее в продаже, по крайней мере, может быть, уже как-то можно заказать или посмотреть. Да, если лукбуки есть. Одежда представлена сейчас и в группе ВКонтакте, также в Инстаграме. В фонда, да, улыбка детства? Да, и также в моем Инстаграме Анна Яцкович. Сейчас мы с партнерами объединяемся и передаем им одежду для того, чтобы они размещали у себя на площадках. Это будут российские дизайнеры Небеса и также еще другие партнеры, которые мы в ближайшее время скооперируемся вместе. Я хочу дополнить, что мы обратились к руководству ЦУМа, магазин, и они нам выделили несколько десятков метров абсолютно разных расцветок тканей, и скоро мы из этого сошьем очень крутые вещи. И вы все увидите. Это все доступно будет. А ценовая категория какая, вот чтобы понимать? То есть это может быть, да, не знаю, какая-то бюджетная одежда или наоборот? Нет, мы делаем все по очень адекватным ценам, потому что мы, ну, клиенты ориентированность понимаем, что это такое. Ну, в среднем футболки 750 рублей, шапки 500 рублей, свитшоты 1000 рублей, то есть все очень адекватно. Так это очень бюджетно. Да, сумму-то какую планируете собрать? Вам надо на этот самый корт сколько? Вообще хоккейный корт со свещением, с сеткой стоит 750 тысяч рублей. Ого, немало. Да, да, больше чем полмиллиона. Но мы заднюю уже сдавать не можем, а раз мы сказали, что будет хоккейный корт, он будет. Слушайте, когда вы планируете, к какому моменту, все равно же вы рассчитывали экономик проекта? Ну, если мы будем такими темпами двигаться, как сейчас, то это будет через 5 лет. Нам бы не хотелось, чтобы дети только через 5 лет это все увидели. В моем представлении через год, через два сделать. Андрей, вот вы еще так сказали, что сумму вам выделил несколько метров ткани, и мы сошьем, мы сошьем. Это вот кто мы и как это происходит? Это частный сектор экономики, это обычный швей, предприниматели и пешники, которые разделяют с нами нашу идеологию и готовы нас поддержать на каких-то начальных... Ну, то есть еще и бизнес привлекают, который помогает реализовывать проект. Спасибо большое, у нас в гостях были Андрей Владинин, директор благотворительного фонда «Улыбка детства», и Анна Искович, координатор фэшн-направления проекта «Модный взгляд». Подключайтесь, это доброе дело.